Всем привет! Я сразу же сегодня извиняюсь за свой голос, потому что, ну, вот так вот у меня всегда получается, что приезжаю и болею. Но у меня единственный шанс сегодня вас познакомить с Наташей. Вот я вам представляю. Она приехала к нам в гости сегодня специально. Она вообще меня давно смотрит, Наташа, да? Три года это минимум, больше, наверное. Да, да, представляете? И сегодня начали разговаривать, я так много узнала нового. И я хочу, чтобы вот это видео было для многих стимулом, кто сидит и ноет, не может деньги заработать. Но, как всегда, эта тема у нас такая актуальная. Простимулируйте меня, промотивируйте меня, как вы деньги зарабатываете. Вот я сегодня представляю Наташу, которая ведет свой канал, оказывается, и ведет его о деревенской жизни. В последнее время я также увидела очень много видео, и они такие популярные, когда делают о деревнях. Людей это, видимо, интересовать стало. О богородах, о скотине, о том, как разводить там всякие помидорки, эти ягодки. И самое главное, я хочу спросить, как ты решилась переехать из города? Ты же в городе жива. Да, я всю жизнь прожила в городе, и вот 10 лет только переехали. А как? Сначала жилищные условия были плохие, я решила их улучшить. Смотрела всякие разные квартиры, побольше площадью. И так как я город хорошо знаю, мне представлялись, то есть вариант, посмотрю, это там, это там. И ничего меня не устраивало. Тут надо на парковку далеко, тут машину не приткнуть. У нас в семье две машины, как минимум, а то и три, когда сын с нами жил. Надо, значит, то, другое, пятое, десятое. Я давно хочу свой дом, но я даже не решалась. Я думала, это невозможно. Оказывается, это возможно. Посмотрела цены на дома, по цене квартиры. Все, поехали искать дома, но мне нужен был ближний пригород такой. Но в то же время, чтобы это была деревенька. Ну и все, так купили дом и живем уже. Это от города сколько? Получает 7 километров? Да. А, верхняя пешма, так это вообще рядом. Это что-то не черта, ведь город это за бумаж. Теперь уже, ну да, с Вером они соприкасаются практически. Так вообще классно. Екатеринбург зачеркнутый и белая пешма. Да, 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 рядом. И я вообще была просто удивлена, Наташа привезла сыр нам различный. И этот сыр, он козий. Они сами делают сыр, а козий сыр, для тех, кто особенно вот на здоровом питании, это просто наилучший продукт, потому что, оказывается, он усваивается организмом, а этот коровий, он ведь не усваивается. Коровий более тяжелый. Да. Он не так усваивается. Здесь жир, он даже может жирнее, чем коровий сыр. Не может быть, а 100%. Но не просто усваивается, а принимается организмом, все усваивается, что надо. Ну, короче говоря, у него нет таких побочек, как от коровьего. И поэтому это вообще экологически чистый продукт. Потом, я так, я опять же вот говорю, не всем хочется уезжать в Америку, там, в Европу, как это я пропагандирую, что вот у нас в России тоже есть шикарные семьи. Меня муж звал очень сильно, но я не поехала. Да, потому что тебе тут вот, видимо, комфортно. У тебя семья, муж, дети. И когда ты живешь вот так, мне кажется, ну куда еще как-то ехать-то? Ну, нет, многие ведь и так уезжают, и с мужьями, и с детьми. Я, знаешь, почему не поехала? Ну, первое, это, конечно, то, что родственники ближайшие, вот это вот мама, почему-то у меня такое было. А второе, это тупо я не знаю язык. Мне кажется, я не могу его выучить. У меня все дети англоязычные закончили школы, прямо не то, что с уклоном, а прямо вот английскую школу, и тот, и другой. Они, ну, не то, что в совершенную, ну, отлично знают язык. А я вот как-то... То есть, я, представляешь, я же с ними занималась все время, с первого класса, мы же все... То есть, у меня много на слуху. Мне кажется, я бы на слух хорошо поедала, но вот этот страх и барьер. Ну, знаешь, просто ты не готова была. Вот я ведь тоже была не готова, но потом наступил такой момент, когда я тоже все оставила, говорю, я смеялась над этими женщинами, которые уезжали. И поэтому, когда наступает такой момент, а что тебе ехать? Муж тут есть, дети тут у тебя, поэтому просто... Да, если только себя проверить в очередной раз, вот так вот. А муж тебя хотел ехать? Да, он жил в Америке некоторое время, ему там все знакомо. Вот он по работе работал там, в Англии, в Америке жил, поэтому как бы его туда очень привлекало. Кто там побывал, он говорит, это как другая планета, это просто все. Ну, сейчас, может, уже немножко сгладилось в наше время, да? У нас уже и тут кое-что есть, но тогда-то это было просто. Да, в то время это вообще... И он меня звал прямо, ну, это было почти 20 лет назад. Ничего себе. Я не за что кремень, я не поеду, я по тревогу. 20 лет назад бы не уехала, потому что для меня это был вообще какой-то бред, сивой кобылой, да. Ты 8 лет там, да? 7 лет вот сейчас. Да, ну это вот даже 10 лет назад отмотать, я тоже ведь к этому как бы очень так пришла. Тяжело. Я очень много смотрю эмигрантов, мне это интересная тема, потому что это такой драйв, я на вас всех смотрю и думаю, какие вы там вообще все. Ладно, ты еще молодая женщина. Люди в 60 лет уезжают, находят там мужей и едут и живут. Ну, кто-то уже вернулся. Ну да, кто-то, да. И вот на них смотрю, думаю, это я. А как выживают еще вот так вот тоже. Вот, это же самое интересное для меня вот это, как без языка сунутся. С мужем разводятся. Как-то там выкарабкиваются на каких-то этих пособиях, там бегают работающие. Вот это вот выживаемость, да. Для меня это, здесь я, как говорится, все равно в любом случае не пропаду. Я вот знаешь, с какой все это рассматриваю стороны, всегда смотрю на вещи. Не то, что я замужем, я сама. Я даже живя с мужем, я всегда сама по себе. Я точно так же. Мы так тоже политики поддержим. Ну вот, я сама, потому что сегодня кто-то есть у тебя, завтра нет. А ты вот она и должна идти, и, как говорится, по жизни. Поэтому у меня все свое. Жизнь научила, чтобы не остаться у разбитого. Нет, я жила с первым сыном. Ну, в смысле, я с мужем почти не жила с первым. Это было очень рано. Я родила в 17 лет, и я его одна воспитывала примерно до 11. То есть я столько лет одна жила. Фу, я во все тяжкие. Чего я только не делала. Но всегда мы с ним жили, как бы не хуже других. В хорошей школе учила из последних сил. Жили как бы, ну, нормально. Да, нормально. Ну, я вот так вот сейчас думаю. Я дам ссылку на твой канал. Может быть, кто-то придет на мой канал. И женщины, которые одинокие, может быть, они даже посмотрят, да, допустим, на мой канал. И подумают, может быть, нам попробовать поехать. Потому что много ведь одиноких женщин. Нет, нет, это очень интересно. Это же интересно посмотреть. Это даже мне интересно. Да, потому что так интересно, когда попадает на мой канал, люди даже не рассматривали вот эту возможность. Ну, да, да, я еще хотела у тебя спросить про какую-то, у тебя есть какие-то видео, уроки, школа. Ну, да, это я собрала все. Вот эти самые популярные вопросы там все. Потому что вещь это все разбросано по каналу. Да, да, да. Искать это очень долго. А тут я собрала все в один блог. И кто хочет, вот тут... Это сколько это стоит? Ну, да, там можно блогом купить, можно отдельно каждое видео. Это тоже есть такая, 700 рублей. Хорошо. Я по козам хотела такое сделать. Да, это очень интересно. Потому что меня задолбали спрашивать. Да, да. И пишут в личку без всяких. Вот мы сейчас с тобой сидим, могут даже и позвонить, и написать. Я как бы должна вроде как. Я 150 раз отвечать это тоже. И первое время я отвечала, потом, ну все, когда уже перерос какой-то порог, я не могу, потому что у меня своя жизнь, я живу их жизнью. Я сказала, это будет платно. Перевели на карточку какое-то количество там, в зависимости от того, что я рассказала. Ведь иногда бывает 10 пунктов набежать. А если это, а если то, всем все расскажешь. Вот и все. Но это так, я не очень приветствую. А вот сделать какой-то видео урок, это вот тема. Это потому что для этого все и делают, потому что человек, он один не может распылиться на всех. И когда вот эти онлайн-школы, они сейчас очень как бы так разрастаются, потому что это очень удобно. Я сама ими пользуюсь. Мне надо информацию, я еще буду полгода убивать ее искать. Я купила там, не знаю, за тысячу урок. Я эту информацию взяла, все, начала дальше идти. Купила информацию, иду дальше. Это очень удобно. Очень. Я тоже так думаю. Потому что люди вообще не знают, с чего ткнуться. Да. Вот нападают и думают, а как это началось, а с чего начать, где это взять. Там все пересмотрено. Да, да. У меня тоже миллион. Я даже вчера в видео сказала, что там, говорю, я вам, ну там, что-то про собаку, то есть он. Я говорю, кому интересно, давайте я расскажу снова. Мне контент, вам польза. Потому что я говорю, вижу, что вы не смотрите старые видео. Их там, не знаю сколько, тысячи, больше тысячи. Да, да. Вы какой там, больше тысячи? Да, да. Я у тебя тут посмотрела видео, и что-то ты хочешь сделать, тебе еще подписчики посоветовали. Вот последнее видео, забыла, как это называется. Джамма? Джамма, это что такое? Это, короче говоря, нет, это вообще не к ремонту. Это кровопускание в плане банок, баночное кровопускание. Мы купили банки, тут с мужем делали, и мне понравилось, видишь, еще до сих пор. А, да, 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 ничего себе. Супер мощная процедура, даже просто банки. Ты о ней ведь тоже там рассказываешь. Да. Интересно. Ну, мы себе попробовали, заказала в Китае все банки, потому что насмотрелось. Я очень много смотрю, но понятно, что надо попробовать, чтобы сделать его. И смотрю, что нормальные люди, которые занимаются оздоровлением, ну, такие, которые, там, ну, массажист, остеопат. Я ходила к остеопату, она мне тоже ставила банки. Вот. И попробовала, понравилось, но надо идти дальше. Хиджама. То есть делаешь банку, немножко постояла, снимаешь, делаешь небольшие надрезики бритвочкой, ну, прям буквально, вот микроскопически. Это капиллярное кровопускание. Мне тут пишут в видео, ну, в этих комментариях, так лучше сдайте кровь венозную, ну, как из вены. Вот в венах у нас течет обогащенная микроэлементами, питательными веществами кровь, она нам нужна. Можно, конечно, ее сдать, и будет новая вырабатываться, но это не то. А вот тут капиллярная, она как раз, как принято считать, что она зашлыкованная такая, на ней отработки, там, какие-то лекарства, токсины, то есть, ну, вот, не знаю. Люди, говорят, прям летают после этого. Я говорю, тут попробуем, мне пишут, вредная. Я говорю, слушайте, ну, я попробую, расскажу. Ну, не помру же я, в конце концов. Мужу сказал он сначала, такой, нет, нет, что за мракобисие. Сейчас уже такой, давай делать, я с тобой. Я говорю, Саша, кто не со мной, тот против меня. Ты это знаешь. Поэтому мы сделаем. Ну, на самом деле, как бы, какой-то эффект. Пока не делали еще. А, да. Вот на днях, потому что надо, чтобы зажили вот эти штуки. Ну, я еще хочу сказать, что у тебя на канале столько информации всякой. Да фигу. Интереснейшей. Поэтому я, мы можем болтать, знаете, 6 часов. Мы до этого 2 часа уже сидим и болтаем. Сейчас еще вот так, по времени столько. Поэтому я дам ссылку. Смотрите, подписывайтесь. Ну, я не знаю, опять куча новой информации. Вот так вот. Это же полезно, да. И продукция, да, кто в Екатеринбурге живет, вот вам экологически чистая продукция. Наташа, ты же сама это делаешь. Молоко, сыр, творог, йогурт, яйцо, перепелиное, куриное, мясо кур, мясо перепелок, мясо кроликов. И так, вообще, диетическое все это. Особенно, кто похудеет, хочет подстрекать и стройное. Потому что ешь нормальные продукты, не швак. Но это же тоже, это правда. Не, ну, это сложно. Если быть разумным человеком и иметь какие-то деньги, то можно это все проще купить, чем так, как я властан за всю жизнь. Ну, естественно. Но, я человек брезгливый, я вот ни у кого ничего не смогу, потому что я столько знаю тонкостей, что там можно накосячить с этим же молоком, с бактериальной флорой. Ребята, я не хочу ничего, только свое. Вот, поэтому я все это делаю. Иной раз все это, ну, перерастать, ну, тяжело. Ну, конечно, это же проще. За, там, месяц раз точно, говоришь, все, я завязываю, я все закрываю, всех продаю. И потом придешь к этим козомордам. Я же их люблю, они же тоже как собаки. И вот там, у них у всех клички, у каждого характер свой. У этого какой-то косяк, у этого косяк. Я эти косяки знаю, но куда я их продам? Их же. Переживать потом будешь. Я козла продавала, вернее, я не продавала, я отдаю в хорошие руки. Я прям ищу, у меня кастинг на хозяинах. Я сама его увезла, я плакала. Не один день. Ну, не то, что день и ночь, а так, ну, горько. Ну, да. По душе это, родной же, два с половиной года, козюлька привезла из Казани. Надо, да, ехать 1200 туда, 1200 обратно, пока едешь, у тебя все перекосит, ты домой уже приезжаешь, так и присестил. Вот, и потом два с половиной года с ним, то он ногу сломает, то еще что-нибудь его лечит. Знаешь, на тебя смотришь, никогда даже не подумаешь, что ты занимаешься хозяйством. Так, как ламурная девушка сидит. Мне, кто вот меня не знает, встречаемся, я начинаю говорить. Мне говорят, а кто тебе коз дует? Ну, да. То есть, как бы, я... Как бы, представляешь, я даю шаблона, да. Два раза в день я приглашаю доить коз соседку. Да ты че? Я шучу, говорю, как. А, ну, поняла ты это. Кто будет доить моих коз, кому это надо? Да. Так же, не, многие говорят, что никогда бы не подумали. Да, вообще, да. С кем только не познакомься. Ну, в общем, мы заканчиваем, я даю ссылку на канал, а мы продолжаем. Бай-бай. Конечно, я каждый раз удивляюсь, всё-таки, с какими людьми только YouTube нас не познакомит. И от каждого человека такая полезнейшая информация. Столько эмоций, столько нового ты узнаёшь. Это просто удивительное время мы живём, товарищи. В удивительное. Я так смеялась, смотрела, как коз они с мужем перевозили. Наташа рассказывала мне, они перевозили козла. Я такая говорю, а как вы его перевозили? Она говорит, памперс одевали. И вроде такие темы там про каких-то козлов, про хозяйство. Как живут люди в деревне, как зарабатывают деньги. И вот мы обмениваемся сейчас этой информацией. Кто-то не слышал про замужество за границу. Даже никогда не думал об этом. Я никогда не думала, что я начну смотреть вот этот канал и покупать Лена сейчас будет у Наташи продукцию. Потому что продукция шикарная просто. И мясо, и молоко, и сырые эти козьи вкуснейшие. Ой, Наташа, спасибо тебе большое, что ты созвонилась с нами, приехала к нам. Вообще получили сегодня несказанное удовольствие. И опять что-то мы узнали новое из этой жизни. Я еще забыла сказать, у меня же сейчас актуальная тема. Это мне многие уже говорят, что нужно веки подтягивать. Я и сама это вижу. Они уже у меня вообще упали просто на глаза. И у меня взгляд такой, как у Пьероп стал. Он и раньше такой был. А сейчас вообще глаза у меня все грустнее и грустнее. И вот Наташа такое видео классное посмотрела про пластическую операцию. Она показывала весь процесс. И советую посмотреть, кто собирается или кто думает. Я как бы психологически настраиваюсь постепенно. Потому что все равно к этому надо будет прийти. Вот такие видео очень помогают понять, как это все будет происходить. И что ожидать можно. И поэтому советую посмотреть, кого эта тема интересует. Продолжение следует... Продолжение следует...